Привет, земляне! Перед тем, как мы присупим к нашему нагибному видосу, я хочу поздравить одного своего очень-очень старого, можно сказать, древнего. Ну да, древнего ему 31 год исполняется. 31 год. Пенсия, рыбалка. Ладно, мы не об этом. Древнего подписчика, очень древнего подписчика. Зовут его НагибКБ. Это у него ник НагибКБ. А вообще он Анатолий Сергеевич. Ну, в принципе, да, 31 год Анатолий Сергеевич уже, да. Вот. Анатолий Сергеевич, здравствуй, дорогой. Сколько лет, сколько зим? Сокланы тебе поздравления приготовили. Поздравления для Анатолия Сергеевича. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Да, да это стих. Уважение. Ну, давай посмотрим, как же Анатолия Сергеевича поздравляет его сокланы. Спасибо, дорогой, за честность. За твой принципиальный нрав. И пусть порой ты бесишь хуже тещи. В душе мы точно знаем, что ты прав. За нас всегда стоишь горою. Ночами строишь планы для КВ. Тебе медаль за это надо дать и показать всем людям по ТВ. А потому в твой день рождения желаем счастья, мира и добра. Чтоб все врачи забыли, что ты есть на свете. А карман ломился от купюр. Чтоб не отказывал себе ни в чем. Ну, лимузин, икра, и яхта, и гардероб костюмов от кутюр. И чтобы жизнь была без кочек. По ней летел, скользил ты словно по реки замерзшей глади. И никогда ты не услышал коварные фразы, идущие сзади. Welcome to the club, buddy! Ха-ха, да! С днем рождения, дорогой! Будь счастлив, будь здоров, наслаждайся жизнью. И, кстати, вроде тебе там еще сокланы что-то дополнительно приготовили. Ну, а мы приступаем. Современные исследования показывают, что у новичков Warface, а также ветеранов, которые решили вернуться в проект, часто наблюдается разрыв жопы. Но, несмотря на такую негативную тенденцию, наши специалисты уже нашли выход. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Уникальные внешности и могучие пушки. А при первом пополнении плюс 100% кредитов придет. Врывайся! Здоровый Warface тебя ждет! Welcome to the club, buddy! Признайся, Нубито, ты же рад возвращению этой имбы! О да, капитан Очевидность! А ты мне вообще скажи, какой олд не рад появлению великого южнокорейского нагиба в виде ЮСАСа? Я думаю, таких нет. Итак, мальчики и девочки, сегодня у нас на рассмотрении ЮСАС-12. Но кроме него еще Гарибальди и МАК-7. Да, ребята, ЮСАС вернулся. Ну как вернулся? Он вернулся пока что на ПТС. И если все будет плюс-минус нормально, он в работоспособном нагибном виде доедет до основного сервера. Если же, как говорится, наноют, то не наедет. Однако, тут, конечно, как вы понимаете, есть некоторые нюансы. ЮСАС-12, тот самый, сука, легендарный новозажим! Нубы кричали, их бомбило! Вы без доната ничего не можете! Это дисбаланс такое, нуля фикси! Аааа, сука! Ха-ха, победа, ёптать! Душевно было! Каждый мечтал тогда, сука, выбить ЮСАС. Каждый, каждый, каждый. Особенно, кто в мясорубке играл, это просто мастхэв. Особенно на пригороде. ЮСАС-это победа в кармане! Берёшь ЮСАС, сука, и рвёшь жопы! Не, на самом деле, конечно, тогда и уровень игры был пониже. Я думаю, что, несмотря на все ЮСАСы, опытные по-настоящему проштурмовики, которые стреляли только в голову, тогда таких было единицы, они, конечно же, медиков с ЮСАСом обыгрывали. Но то на мясорубке! А, как вы понимаете, есть ещё такой режим, как подрыв. Захват. А тогда это всё было преимущественно на КВ. Уже только позже у нас появится РМ. И вот те времена, до РМа, ЮСАС был мега-нагибом. Игроки Альфа этого не поймут, потому что они играли в свой очень специфичный крабокод. А вот игроки Браво и Чарли помнят нагиб-то. Ой, какой хороший случался с ЮСАСом! Было максимально, сука, душевно! Этот старый Варфейс с немного всратыми, но по-своему атмосферными, колоритными, красивыми текстурами. Эти старые карты. Да что уж там, ребята, КВ! Какие вещи Юсас творил в режиме штурм Оу май Хороший медик просто разносил всех Не давая никому зайти на пункт Ну, на самом деле, как бы другой медик такой же мог войти Да, базару ноль, но не только медик, но было сочно Таких жопоразрывов, как с Юсасом Наверное, в Варфейсе больше не было и не будет никогда Никакое колесо, кто бы там что не кричал Никакие ктары Ой, типа, самый имбовый, ктар, инженер Фигня это всё Самый мощный был, сука, это медик с Юсас 12 Это была мега сила, сука Это была победа без шансов Если медик хороший, руки прямые, башка шарит И у него Юсас 12, сука, всё Можете, сука, ГГ, выход из комнаты Шансов просто нет Мне кажется, этот дробовик просто убьёт весь баланс Капитан, очевидность, какой нахрен баланс? Сука, какие-то странные вещи, говорит Баланс какой-то в Варфейсе Чё, дурак, что ли? Не, слушайте, он, похоже, на солнышке перегрелся Хотя нет сейчас солнышка Ну, нет, тут ещё есть Да, на солнышке перегрелся Может быть, просто чего-то не того съел Не обращайте внимания, на самом деле Ребят, какой баланс? Не, ну если быть серьёзным, то ничего страшного По сути Юсас 12, я так считаю Собой не принесёт Когда ты впервые берёшь его на ПТС в руки, кажется Ооо, нифига себе, это же имба, сука Он же всё просто уничтожит Это надо срочно фиксить Это чё-то нереальное Однако, поиграв Катак 10, ты понимаешь Что на самом деле не всё Кату Масленица Да, он иногда проявляет себя очень странно Он показывает какую-то фантастическую эффективность На больших дистанциях Но опять же не всегда То ты зажимаешь с него, и противник там с трёх тычек отлетает То ты зажимаешь, блин, и пол магазина, чтобы противника убить Как это работает, хрен его знает Но Юсас, хоть и способен на больших дистанциях показывать невероятные результаты Это вопрос чисто рандома Вот только рандома Как повезёт, как дробь ляжет По-другому, ну я никакого ответа, я не могу другого найти Это именно так выглядит Чистейший рандом на дистанции Вблизи Юсас хорош Он ваншотит в том числе Ну как и в былые времена В былые времена он тоже, если что, ваншотил Кто не знает Однако сказать, что, например, он на ближних дистанциях Там, ну, существенно сильнее Гарика Да я бы не сказал, но если с Гарика лупишь, например, чётко там Или с мак седьмого, ну, прямо в тушку То есть ты, да, сразу Только противник появляется Даёшь ему шот Ну, тут разницы никакой нет Даже, наверное, Гарик и макфи сильнее Просто Юсас это зажим В этом его, понимаете, преимущество Он очень крутой зажимной Главный, кстати, буст От модификаций Он получает от модификаций на темп стрельбы Вот, кстати, сборочка Что потом вопросов не было Что, как я тестировал Вот такая сборочка Темп тут просто Это то, что делает Юсас как раз Ну, если не совсем не полный имбой То около имбой Он очень силён Это правда, действительно Во многих ситуациях Но, опять же, рандомно То есть он может наклонировать, сука Жесточайше А может, блин, и не наклонировать Вот так вот Но ближний он наклонировать будет Сразу говорю Там, если не ваншот То с таким темпом, сука Вторым добиваешь моментально То есть ты предлагаешь Эту зверскую имбу Не трогать И вести прямо в таком виде Капитан, очевидность Я ничего не предлагаю Я обычный игрок, прежде всего Я бы сказал так Нет, на самом деле Юсас можно немножко нерфануть Как бы это допустимо Каким образом? Ну, я бы сказал, что Надо Либо у этого дробовика вообще Убрать модификацию На темп стрельбы В принципе И всё И он сразу станет балансным Поверьте мне Либо его родной темп Немножко срезать Чтобы когда ты ставишь Модификацию На темп стрельбы Мод, да У тебя не получалось Такое большое значение Потому что Ну, с таким значением Юсас и правда В некоторых ситуациях Как бы Божит слишком сильно Я бы сказал, что Вот, всё упирается В темп стрельбы То есть Сам его урон Там, ваншот Нет, не космический Он, ну, просто Хорошо бьёт Хорошо наклонирует Но Не более того А так Юсас Юсас Вот, как бы Да, во многих ситуациях Не в некоторых Ладно, будем чисты Во многих ситуациях Он имба Именно из-за темпа Надо порезать темп Не сильно Не надо из него делать Там черепаху Но Надо поэкспериментировать Поиграться с темпом Всё Будет шоколад Никаких вопросов не будет Уже в плане того Что там Юсас имба Он не будет имбой Он будет просто хороший Действительно сильный Действительно качественный Глубокий и надёжный дробовик Вот так Это моё мнение про Юсас Я считаю, он хорош Я считаю, что его фиксить Если надо То не очень сильно Я не считаю, что его надо Нерфануть Чтобы он был так себе Я уже говорил об этом Мы снова возвращаемся к теме Что Сейчас такой период Варфейса Сейчас хайпануть Вернуть старых игроков Можно на ностальгии А значит Юсас должен гнуть Если Старый игрок придёт И поймёт Что его любимый Юсас Это Сосо Павляшвили Ностальгии не получится И он просто Закроет игру Удалит её И всё И больше вы его Можете никогда не увидеть Это его игрока Это ваш шанс Разработчики Не упустите его Нерфить в хлам Старые пушки нельзя Не доапать их тоже нельзя Они должны быть Я считаю На уровне меты Ктар Юсас Вот эти все пушки В будущем Какой-нибудь АХ-308 Макмиллан И т.д. и т.п. Все эти пушки Должны быть на уровне Топ-1 стволов Текущей Ну то есть на уровне Текущей меты И никак иначе Они не должны быть лучше Они могут быть чуть-чуть послабее Но лучше всего если они будут прям вот равны Вот прямо то же самое Будет Гарнателло Именно так И В Перед тем как Как бы Откланяться Я должен сказать Что у нас есть еще два дробовика Интересных И их оба апнули Это Гарибальди Неожиданно сука Зачем апать Гарибальди Ну как бы нет Ну по идее Ну да Ну как-то вот логика такая Нестандартная получает Для наших разрабов Они либо что-то очень старое апают Либо что-то новое Которое только появилось А тут Гариб Который как бы Ну Он уже не новый Но он нифига и не старый И типа нафига именно Гарри капать Но Гарри капнули И знаете Гаднателло сука Ну если честно Я играл недавно С ним на паблике На основном сервере И там Гаднателло было Короче Гарик гнет Гарик гнет сука Гарик наклонирует Гарик хорош Вот прямо Ну как будто вот Прошлая броня До Сирокко Я уже сука забыл Как она называется Печенек сука Половец Авангард Хрен их вспомнишь сука Какие то названия такие Непростые сука Не для моих пяти классов Церковно приходской Сложно Вот Да И как вы понимаете Гарибаль теперь Годный Ну мне кажется Он теперь лучше Браунинга сука Ха-ха-ха-ха Да И кроме этого Ребят Максим теперь гнет И причем Я даже не знаю Кто из них гнет По-моему В некоторых ситуациях Максим даже Ваншотит лучше Нежели Гарик Ну единственный минус Конечно Макс седьмого То что до зарядки По одному патрону нету Тут надо целиком Магазин менять Но ребята Макс седьмой Восстал из пепра Но нарезки его нет Ну потому что К тому моменту Когда я собирался с ним Нарезку записать сука Уже все ушли с ПТС А никого нет ПТС пустой блин Какие-то там награды дают Че-то всем пофиг Короче ладно Ну ладно Дело не в этом Дело не в этом Дело в том что Блин Гарик гнет Макс седьмой Теперь тоже гнет На уровне Гаррика Это теперь тоже топовый ствол Юсос 12 Это сука Это мета Это качественно Сильно фиксить не надо Я вас всех люблю Антон Сергеевич С днём рождения Счастья вам всем Здоровья И любви И блин Ну реально блин Так вообще не сука Вот что Сделал на пас И отправился В Warface 2014 Душа радуется сука Ностальгия через край Всех люблю Всех целую Бай-бай Субтитры создавал DimaTorzok